Настоящая раздорья для всех фанатов сериала Игра Престолов. На Алиэкспресс сейчас просто бум всего, что связано с книгой и сериалом. Всевозможные футболки, украшения, значки, кулоны и даже железный трон. Кому интересно, переходите по ссылке в описании и вы найдете все, что искали и даже гораздо больше. Всем привет! Сегодня мы с вами снова поговорим о Дейенерис, или если говорить точнее, то даже не о ней самой, а о том, как она переплывет узкое море. Уж очень многие считают, что в сериале ей все дается слишком легко и просто, и что пора бы усложнить жизнь матери драконов. В связи с этим сейчас распространилось мнение, что Дейенерис не удастся беспрепятственно добраться до Вестероса, а значит вполне вероятно, что нас с вами ожидает грандиозное морское сражение. Ну а теперь давайте рассуждать более-менее логически. Кто может помешать Дейенерис в ее плавании? Очевидно, тот, у кого есть флот. А флот был у железных людей, но его увели Грейджо и после примкнули к Дэнни, а также у великих господ, но его участь не менее плачевна. Часть кораблей была сожжена и потоплена драконами, оставшиеся же также перешли к Дейенерис. Флот Тирелов тоже будет участвовать в войне на ее стороне. И что же получается? Получается, что противостоять флоту матери драконов может королевский флот, обладающий мощными галлеями, приспособленными для морских сражений. Но и он вряд ли сможет одолеть, ведь у Дэнни все-таки очень много кораблей, плюс, конечно, испепеляющие все живое драконы. Остается вариант союзов. Например, активно обсуждаемая альянс Эурона и Серсея. Грейджой прекрасно понимает, что быть заодно с матерью драконов у него уже не получится, а значит, ему придется выступить против. Но, конечно, хотя Эурон и приказал Железнорожденным строить новый флот, но эта затея потребует большого времени. И что же тогда остается? Остается, например, поплыть либо к Серсеи, либо в другие города, враждующие с Бурерожденной. Ведь и у Эурона есть его быстроходная ладья, на которой он проплавал уже очень долго. А флот Дейенерис будет продвигаться довольно медленно, ведь в нем собраны разные корабли. Так вот, возможно, Эурону удастся сыскать новый флот залива Боторговца в Лива, например, в Кварте, где у Дэни также немало врагов. К этому можно добавить, что в книгах Эурон пленил нескольких чародеев. Вероятно, что среди них был и ненавидящий Дейенерис Пиат Прей. И хотя в сериале он вроде бы сгорел, но чем черт не шутит, ведь появился же в шестом сезоне Пес, о котором тоже все думали, что он умер. Ну и теперь касательно драконов. Опять-таки, не помню, чтобы этот момент был в сериале, но возможно еще будет. А в книгах у Эурона есть рок-укротитель драконов, найденный им на дымящихся руинах Валерии. В этот рок может быть кто угодно, и драконы должны подчиняться его хозяину. Если создатели сериала перенесут в него книжные события, то может получиться так, что драконы Дейенерис еще могут обернуться против нее, и тогда всему ее флоту будет не сдобровать. Ну и еще одна версия фанатов, которые не включают в себя происки врагов матери драконов, утверждает, что в море на флот Дейенерис может просто налететь какой-нибудь шторм и потопить большую часть кораблей. Но как бы там ни было, они верят поклонники Игры Престолов, что объединенному флоту Дэнни удастся так просто добраться до Вестероса. То ли большинство просто боится, что в таком случае она слишком быстро завоюет Железный Трон, и сериал лишится существенной интриги, либо здесь присутствуют еще какие-то факторы. Лично мне очень хотелось бы увидеть зрелищное морское сражение, а произойдет оно на самом деле или нет, это мы узнаем уже в седьмом сезоне. На этом наше видео подошло к концу, пишите свои комментарии, делитесь этим видео, ставьте лайк, если оно вам понравилось, и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить все свежие новости. А сейчас смотрите другие интересные видео о Игре Престолов, и всем пока!